всем привет меня зовут Ольга вы на канале о вязании сегодня 6 апреля и я снимаю это видео второй раз поэтому оно будет в таком не очень хорошем качестве потому что я уже убрала свет который стоит вон там на балконе если вы вдруг видите но я думаю что я немножко подрежу кадр потому что он как-то косит ладно поправим это потом не поправим вот так вот как-то так значит я очень расстроена потому что я сейчас снимала видео сняла его где-то минут на 43 у меня вылетела программа и это видео нигде не сохранилось потрясающе замечательно все что я там говорила улетела неизвестно куда и нигде его нет и не в корзине и не в программе и не на носители нигде как так ладно начнем заново но пройдемся побыстрее дабы не было второго такого же результата что улетели улетела видео в общем быстренько пробежимся за март что я там навязала связала я не опять не посмотрела куда мне добавлять эту игрушку но все-таки я ее добавлю в апрель и так что же я связала за март март начался у нас с первого первое число пришлось на понедельник и в тот день я связала чихуахуа коричневые расцветки в розовой кофточке из ириса крючком 07 по бесплатному мастер-классу который находится у меня на канале в четырех частях поэтому проходите ищите смотрите найти этот мастер-класс легко потому что он достаточно популярный следующее что я связала это тоже была игрушка из ириса из yarnart ирис связано по платному мастер-классу настя на тюбс это была свинка и я ее тонировала капельными красками про капельные краски будет как-то на моем канале видео расскажу но пока этого видео нет значит вы можете прямо сейчас пройти в инфобокс прочитать где я покупаю капельные краски и по промокоду микро то есть воспользоваться скидкой пять процентов на любые покупки в этом магазине не только капельные краски но также там магазин по изготовлению цветов из one moment небольшой микрофон значит магазин по изготовлению цветов из текстиля из ткани поэтому проходите смотрите у нас идет большая туча и меня скоро совсем не будет видно ну и да ладно все равно вы будете смотреть фотографии поэтому чего на меня досмотреть следующее что я связала это был зеленый микро дракон все игрушки которые микро я называю я их вижу из одной ниточки мулине крючком 045 по мастер-классам буду уговорить микро дракончик связан по мастер-классу нантеупс также в инфобоксе вы найдете ссылочку на ее сайт где вы можете приобрести любые мастер-классы настя просто положить в корзину купить и мастер-класс тут же придет вам на почту следующее что я связала это был разноцветный цветочек тоже по мастер-классу настя нантеупс ссылочка в инфобоксе связан из мулине да там все цветочки все лепесточки они связаны отдельно и затем я их еще тонирую вот этими капельными красками поэтому пользуйтесь и промокодом следующее что я связала это был микро зайчик и голубого цвета по мастер-классу нантеупс и дальше я связала еще бежевого щеночка тоже микро размера и тоже по мастер-классу настя нантеупс дальше я связала тоже по мастер-классу настя нантеупс если честно практически все мои игрушки связаны по ее мастер-классам поэтому ничего удивительно люблю я ее мастер-классы поэтому по ее мастер-классам и вижу это был микро мишка коричневого цвета и затем я связала два подсолнуха они были в они были горшочках которые я печатала на 3d принтере значит не так то просто это все раз и напечатал и посадила туда цветочек но из-под принтера когда вы достаете горшочки какие-то детальки их нужно обрабатывать затем ну то есть их нужно там срезать ненужные детали их нужно шлифовать потом покрасить часть часто эта покраска стягивается на дольше потому что чтобы сделать более сложные текстуры поэтому не все так просто но сам коршочек это результат 3d принтера значит два подсолнуха микроразмере дальше связала нежного фиолетового дракончика не помню с какими крылышками по моему с более темно фиолетовыми крыльями тоже по мастер-классу нантеупс дальше я связала красную панду которая тоже связана по мастер-классу нантеупс но в микроразмере небольшие там недочеты есть потому что когда вяжешь маленькую игрушку все-таки получается что чем меньше игрушка тем сложнее детализация хочу еще немножко доработать щечки как там делать вышивку поэтому еще буду работать над этим дальше я связала серого котика в микроразмере он был если не сшибаясь с фиолетовым клубочком тоже есть котик только большого размера по платный мастер-класс у насти нантеупс дальше я связала мини лисичку значит мини лисичка была связана из vita cotton coco разделяла ее на две ниточки там всего четыре я брала половину то есть две ниточки и вязала крючком 07 то есть по размеру она получается приблизительно как из ириса когда я вижу просто у меня ириса нет такого красивого нежного цвета тем более для хвоста мне нужно подобрать соответствующий оттенок хвост у лисички связан из отеля сиены полностью из этой ниточки вязала по моему из толстой ниточки то есть не распускала но это вообще по-буржуйски получается потому что хвост достаточно массивный получился больше я так делать не буду дальше я связала еще одну розовую свинку по мастер-классу нантеупс из ириса крючком 07 затем я связала розового котенка розового котенка тоже по мастер-классу нантеупс микроразмере с серым клубочком в лапках дальше я связала голубого мишку который светится в темноте из флоресцентной ниточки кутерман значит мишки эти получается чуть меньше потому что ниточка кутерман маленькая и этот мишка был в кулончике в дополнение ссылочка знаете что я не рассказала вам даже в прошлом то что не сохранилось дело в том что мне пришлось удалить свой телеграм аккаунт соответственно все ссылки которые я там сохраняла они удалили может нет в общем я потеряла доступ к своему аккаунту и поэтому я его полностью снесла зарегистрировалась заново так что если вы увидите что вы заходите ищите меня там написано удаленный аккаунт значит что у меня просто теперь другой аккаунт телеграме на то были свои причины причины эти опустим следующее что я связала это было три микрогномика с синей шапочкой с бордовой шапочкой как и предыдущие я вязала и желтой шапочкой все они связаны по платному мастер-классу насти нэнси упс значит бордовые на шапочке вышиты бубочки вот эти французские узелки из обычной ниточки мулине у синего из флюоресцентной ниточки у желтого там пришит микро бисер размером 15 и пришита флюоресцентной ниточкой поэтому синий и желтый немножко тем светится в темноте но очень очень слабо больше наверное так нет смысла делать либо нужно использовать в 2 ниточки вышивку да нужно использовать вышивку в 2 ниточки тогда будет лучше светиться следующее что я связала это был зеленый микро зайчик по мастер-классу антиопс из мулине дальше я связала 4 зайчика это было два розовых два голубых зайчика один зайчик был с ленточкой которая символизирует если честно я не умею это говорить в том плане что я не понимаю как это правильно сказать символизирует для меня это знаете наверное более слово которое как праздничное что ли на самом деле но ленточка которая обозначает что человек пережил рака груди и вот это зайчик розового цвета он был для этого человека на пасху все игрушки эти успели доехать остальные тоже просто получился такой заказ 4 зайчика как памятные подарки которые подарили именно вот такой светлый праздник пасхи которая была в это воскресенье так следующее что следующее что дальше я связала терьерам и задали сиены один терьер чем был в этом месяце и на самом деле мне очень сложно вязать этих терьеров потому что у меня есть барьер как на вязание куколок как на вязание терьеров этих я боюсь к ним приступать потому что боюсь что у меня не получится поэтому мне не хочется вязать эти игрушки соответственно я могу их связать я вижу что на них больше отклика у меня в инстаграме особенно то есть если появляется интерьер если появляется куколка это сразу взлетают просмотры лайки комментарии то есть эти игрушки они больше отклика имеют но я их боюсь сделать поэтому я их очень редко делаю и делаю только по той цене которую я на которую я согласна соответственно у меня самые дорогие игрушки это именно терьер и куколки в разных костюмах по которые я вижу по мастер-классу маши амидоз вот поэтому вот так вот но в этом месяце один терьер чека я связала для своей постоянной покупательницы у которой есть прекрасная скидка поэтому для нее я связала по очень приятной цене следующее что я связала это был фиолетовый мишка с аксессуарами шапочка платье сумочка повязка маска для сна и постелька в все это в контейнере которые я заказываю с алиэкспресс да они дешевые но мне кажется что если человек хочет брать с собой игрушку как талисман это самый лучший вариант можно красиво упаковать это потом в какую-то коробку праздничную да что-то сделать такое красивое но дать возможность чтобы эту игрушку можно было носить всегда собой мне очень хочется поэтому я микро игрушки отправляю именно в таких контейнерах дальше я связала фиолетовой фиолетового голубого мишку для розыгрыша он был с вышивкой на животике и для него я выбрала орешек которые делала кристина сани бани хендмейд и этот мишка был для розыгрыша в инстаграме каждый месяц в этом году я провожу мимишечный розыгрыш то есть каждый месяц разыгрываю одного мишку которые его готовлю и и в этот раз не знаю либо мишка получился более удачный либо а так звезды сложились либо орешек сыграл такую огромную службу в общем так получилось что участников на розыгрыш этот было намного больше чем на предыдущие мои розыгрыши следующее что я связала это был зеленый дракон желтыми крыльями микро дракон по мастер-классу нэнти упс дальше связала красного дракона черными крыльями тоже микро размере и вязала еще фиолетового дракона с крыльями розового цвета но крылья там связаны из мулине от dmc royal шелк раян 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 по моему да ну в общем из искусственного шелка ниточка чуть толще и эффект мне очень понравился хотя работать с ней очень очень тяжело ниточка такая непослушная не не хочет она не вышиваться не вязаться тяжело с ней следующее что я связала это был микро подсолнух здесь для подсолнуха я использовала более коричневый оттенок для самого цветочка и результат мне очень понравился забавный получился тоже в горшочке я его отправила дальше я довязала комплект который начинала вязать еще феврале это шапочка бини и варежки у меня есть мастер-класс который я еще не смонтировала на телефоне потому что мне еще нужно стразики пришить на этот комплект комплект я вязала на замену сейчас этот комплект пока что лежит у меня не знаю куда его буду использовать может быть буду носить сама но там есть такой небольшой минус дело в том что комплект связан из белой angora rabbit и когда одеваешь шапочку у меня темные волосы шапочка растягивается и просвечиваются волосы мне этот результат не очень нравится так следующее что я связала это был микро розовый котик с серым клубочком из мулине дальше я связала голубого дракошу с фиолетовыми крылышками нежных оттенков таких тоже из мулине по мастер-классу настя нанси упс дальше я связала микро единорожку он у меня есть но на самом деле смысл мне вообще вам показывать так вот в кадр если все равно это будет плохо видно во первых я свет не ставила нормально но видите как видно вообще никак поэтому покажу я вам все игрушки даже которые у меня есть наличие я вам лучше покажу на фотографиях значит связала этого единорожку очень долго к нему шла мне давно девушка просила чтобы я связала единорога не ждала она наверное месяца три или четыре ой месяца недели три или четыре очень практически месяц она ждала потому что я не знала как связать единорога мне очень нравится вязать по мастер-классам нанси упс потому что ты просто взял схему и вяжи себе спокойненько просто считай петельки а когда сам это нужно продумать каждую детальку потому что там не возьмешь схему предыдущую например мишки дам поставишь лужок и это будет единорог нет не получится так ну то есть нужно продумать продумать очень-очень все детальки и ножки и ручки и как гриву сделать и рок и как ушки и мордочка должна быть другая в общем нюансов очень много поэтому не люблю я создавать новые игрушки поэтому не люблю я создавать мастер-классы хотя вы просите но у меня просто нет желания возможно у меня когда-то что-то так щелкнет и я хочу делать мастер-классы но пока я до этого не доросла следующее что я связала это были игрушки из софти это была лисичка из софти на которой я впервые делала вышивку и в компанию к этой лисичке поехал утенок утенок тоже связаны софти тоже с вышивкой и вязала их крючком 07 почему вяжу крючком 07 потому что мне нравится когда полотно получается очень жесткая и фактура тогда у софти получается очень интересная потому что если вот я вижу у девочек игрушки связаны и софти крючком 2 или там крючком 225 мне не очень нравится как они выглядят мне нравится сам эффект который дает эта ниточка то есть сама фактура то есть игрушка мне образ в целом нравится но эффект который создается из-за того что софти вяжется крючком побольше мне не нравится мне нравится именно когда я прям жестко-жестко вяжу эту софти прям прям туго она у меня идет тогда интересная фактура получается почему-то ну мне так кажется что не так просто кажется или я привыкла но вот заметила такой эффект дальше что я а утенка я буду еще переделывать потому что ну переделать я его уже отправила но следующего утенка которого я буду вязать если вдруг у меня закажет я буду переделать ему хвост потому что очень массивный получился и буду делать переделывать лапки потому что тоже мне такой эффект не очень понравился буду что-то придумывать новенькое дальше что я связала это был серенький зайчик из yarnart iris крючком 07 по мастер-классу настя нэнси хорошенькая такая бусечка получилась вообще на самом деле мне игрушки сейчас мои очень сильно нравится потому что они получаются знаете наверное я заметила вот последнее время когда я делаю игрушку я сначала оформляю мордочку игрушки и я прям сижу над мордочкой очень очень долго сейчас намного дольше чем раньше хотя кажется мой профессионализм мой профессионализм вырос потому что я вижу очень много игрушек но я заметила что раньше я так быстренько делала там мордочку быстренько связать все остальные детальки собрать вот игрушка готова а тут я вяжу голову потом начинаю полностью оформлять и прям сижу и смотрю на нее поправляю и там глазки и бровки эти и вот какая-то у меня такая нежность каждой игрушки и в итоге они получаются на такие душевные они такие мои любимые такие они классные все выходят в общем сейчас я по-другому отношусь к вязанию раньше как-то это было да как конвейер быстрее быстрее сделать побольше игрушек побольше новых быстрее дать заказ чтобы не было задержек чтобы покупателю было приятно сейчас я кайфую мне вот нравится посидеть над особенно мордочками подольше поэтому вот некоторые игрушки очень цепляют прям хочется сидеть вчера уже апрель вязала волка и прям сидела над ним любовалась там что-то поправляла где-то но все равно даже вязаное если полотно его оно же пластичное все равно что-то поправляю чтобы мордочка по-другому смотрелась в общем я сидела и игралась следующее что я связала это был белый бычок и там в этом бычке я допустила такую ошибку что связала мордочку другого цвета изначально бычок у меня идет с мордочкой вот я сегодня буду браться вязать вот такая мордочка а сам бычок белого цвета вот а того бычка не связала полностью белого цвета это конечно не то что там ошибка прям дырки какие-то или еще что-то но он получился не такой как на фотографии за качество одобрила поэтому я оставила как есть если бы не одобрила я бы конечно не уничтожала эту игрушку просто я бы выставила ее как дополнительное я даже хочу сделать получается у меня один бычок есть такой мордочкой и я хочу добавить что вот можно еще с беленькой мордочкой и заказать поэтому иногда такие ошибки получаются либо новая расцветка и это дополнение в моё портфолио следующее что я связала это был единорог которого я повторяла вот как маленький но я вязала побольше размером и тут я схему буду капитально менять возможно я выступлю и такого единорога но не совсем он мне нравится потому что мне пропорции смущает его пропорции хочу по-другому сделать поэтому буду менять и последнее что я связала это была куколка простите голос садится потому что 40 минут видео удалилось так обидно последнее что я связала это была куколка коала по курсу маши ами доз и я повторяла полностью куколку по фотографии как у маши там совсем незначительные изменения я сделала немножко по-другому ушки на шапочке у девочки фотографию ставлю все остальное сделано как у маши и глазки и обувь и расцветка комбинезончик и волосы в общем все как у нее на курсах я спрашивала у маши разрешение для того чтобы можно было создать такую игрушку и для того чтобы можно было ее опубликовать сохранила все авторские права написала про машу где взяла идею где научилась вязать по какой схеме вот поэтому все по чесноку значит что по результатам в итоге у меня получилось 41 игрушка за этот месяц в начале месяца до 15 числа я прям хорошенько очень старалась практически каждый день вязала по 2 игрушки а затем немножко сдулась потом совсем печальная история случилась и поэтому было очень сложно вязать я себя заставляла и если честно вязание меня просто вытащила из того что было оно еще не закончилось но было очень сложно пережить то что произошло вот значит 41 игрушка из них 25 в микроразмере 2 игрушки и софти остальные это мини размеры из сиены там был связан интерьерчик я его не читала а и один комплект я закончила я вам показывала что я вязала в кадре свою кофточку я тут рукава уже довязала но мне нужно довязать не с изделия и красиво его закрыть потому что я вяжу эту кофточку по мастер-классу оля северное вязание из лизе ангора голд и вот такое оформление края мне нравится больше когда я первый раз вязала я думала что я вывязала полностью тело сколько мне нужно было и представляете взяла закрыла резинкой 2 на 2 о чем я только думала в общем поэтому я сейчас довязываю низ изделия и потом буду красиво закрывать тут ниточка заканчивается но у меня там есть еще другая так вот такой месяц март у меня был март месяц я запомню на всю жизнь особенно его концовку потому что я не думала что что такое может произойти и я просто не хочу об этом сейчас рассказывать потому что я не знаю на данный момент сегодня 6 апреля и я просто не знаю всех кусочков для того чтобы составить весь пазл что произошло почему это произошло и поэтому пока что я не хочу рассказывать и это не совсем безопасно рассказывать на большую аудиторию поэтому не знаю буду я озвучивать это в дальнейшем или нет возможно мне даже придется это озвучивать а возможно и нет посмотрим но в любом случае то что произошло в марте этого года 2021 это в любом случае повлияет на дальнейшую нашу жизнь я имею ввиду меня и моих близких я боюсь что будет дальше происходить но надеюсь что все перемены которые будут они приведут к хорошему потому что я ничего плохого не делала и надеюсь что надо мной жизнь не будет издеваться и все что такое тяжелое происходит оно происходит просто к лучшему вот я надеюсь что это приведет нас к лучшему вот значит такое был месяц март пишите что вы связали как много вы связали игрушек я понимаю что у меня игрушки маленькие и это у меня основная работа на данный момент поэтому я вижу очень много вижу каждую свободную минуту абсолютно каждую за март месяц так давайте наверное я сделаю я сама выключила и поставила снова на запись для того чтобы видео не пропало потому что уже 30 минут поговорила еще хотела немножко вас задержать в предыдущей части которая не сохранилась у меня я говорила это в начале но думаю что я хочу этим закончить в общем в марте я еще начала активно заниматься своим здоровьем как вы знаете кто со мной давно у меня проблемы со спиной и эти проблемы со спиной моим лишним весом не решались а наоборот усугублялись поэтому я решила заняться спортом который я ненавижу и также скорректировать свое питание сегодня 6 апреля с 1 марта я отказалась полностью от сладкого и мучного которое покупается в магазинах если например я что-то готовлю сама это какие-то там сырники либо еще что-то вот кстати от блинчиков я тоже отказалась которые я готовлю детям в общем я снизила по максимуму потребления сладкого шоколада мучного для того чтобы вернуть свой вес хотя бы чуть-чуть я не знаю насколько у меня получится прям схуднуть так чтобы быть фитояшкой но в любом случае то что я уже так долго продержалась это прям моя победа за этот месяц я похудела где-то на 4 килограмма поэтому вот этот вот джемперочек который я вяжу я буду его носить сама потому что он на мне сейчас очень хорошо смотрится и конечно может я бы если бы не занималась спортом я бы похудела побольше в килограммах но тем не менее у меня изменились объемы не прям так чтобы сильно-сильно но сейчас скажу вам талия у меня на 6 сантиметров по-моему уменьшилась бедра на 3 или 4 сантиметра грудь там на 1-2 сантиметра то есть тоже достаточно хороший результат это чувствуется по одежде это видно как на мне все стало сидеть даже куртка моя которая раньше мне была в облипку сейчас она на мне немножко так висит мне немножко некомфортно мне стало потому что она как-то свободненько на мне висит вся остальная одежда просто на меня смотрится так небольшим оверсайзом и соответственно эта кофточка тоже уже перестала меня обтягивать обтягивать все мои выпуклости там где не нужно эти выпуклости обтягивать в общем она на мне хорошо смотрится поэтому я заканчиваю низ здесь мне не так много вязать я наверное уже скоро буду именно закрывать не хочу ее делать очень длинную хочу носить эту кофточку с высокой талии хотя на самом деле я люблю пониже чтобы закрывалась или здесь сделать спинку длинную нет наверное еще провяжу рядочка в пять и буду делать закрытие вот как горловина и рукавчики поэтому я взялась за свое здоровье я продержалась уже пять недель получается даже больше и это очень круто я не собираюсь сдаваться из плюсов то что я смогла сделать за март месяц я наверное могу с уверенностью на по 70 процентов сказать что я разорвала связь стресс еда у меня была очень большая проблема с этим с тем что я вообще когда начинаю кушать я не контролирую сколько я употребляла пищи кушала всегда очень ну пока мое сознание не говорила остановись я очень много кушала сейчас я все это контролирую плюс 28 дней в марте я контролировала себя по БЖУ по калорийности тоже большой прогресс сейчас я это немножко забросила но просто помню сколько я ела вот эти вот 28 дней чего и сколько и на том же уровне держусь и второй момент который вот именно связан со сладостями с мучным то что я стала за этот месяц относиться к этому всему как алкоголик к спиртному у меня действительно проблемы с этим были я стала осознавать что проблема есть и эту проблему нужно как-то решать поэтому я я отказалась от сладкого намеренно даже когда я думала ну съешь что там одна конфетка нет я не ела потому что я боялась что я сегодня съем там пол конфетки или конфетку а завтра я уже начну точить шоколадки целыми за один раз поэтому я намеренно отказалась не знаю я просто как-то дам доросла до этого потому что еще два месяца назад если бы мне сказали вот нужно отказаться от сладкого и мучного такая да 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 хорошо откажусь а сама бы втихаря точила сейчас я наверное все таки дошла своим мозгом что от этого нужно отказаться я не призываю других отказываться на то чтобы похудеть взяться за свое здоровье у каждого есть свои причины свои желания у меня были именно связаны по здоровью и по тому как я выгляжу поэтому вот такие у меня результаты минус 4 килограмма где-то ну там 4 300 но это знаете 300 500 туда-сюда еще болтается но 4 килограмма точно минус поэтому классные результаты и я очень рада а еще кроме физической активности я упор делаю на растяжку и именно растяжка восстановила мою спину потому что когда мы сидим мышцы очень устают нагрузка идет тоже на спину и на нашу попу которая постоянно сидит поэтому упражнения на низ тела и растяжка они вернули меня к жизни так скажем меня пока что больше не беспокоит спина бывают моменты но там где-то я просто перетрудилась что-то переходила либо еще что-то переделала например генеральная уборка какая-то была и спина начинает немножко говорить о себе типа я немножко устала не хватит мне нужен отдых ну а так в принципе я о ней не вспоминаю сейчас и это очень здорово поэтому растяжка это круто может еще на шпагат сяду было бы круто вот все на этом я заканчиваю 41 игрушка минус 4 килограмма это просто супер я надеюсь что это видео я смогу смонтировать так бегом потому что уже по второму кругу это все вам рассказываю ставьте ваши лайки пишите комментарии увидимся в новых видео не забывайте подписываться до новых встреч и пока пока и пока